Здравствуйте! Сегодня в рамках программы ТОП-АВТО мы представляем автовладельца диджея Джема и его железного коня Митсубиши Лансер Икс. Скажи, Джем, это железный конь или для тебя это нечто большее? Может быть, это девушка? Это девушка, но она не заменяет мою девушку. Значит, ты к своему автомобилю относишься как к девушке, с такой же нежностью и любовью. А девушка твоя хорошо смотрится за рулем твоего автомобиля? Позволяешь ли ты ей пользоваться своим авто? Так же хорошо, как и я. И пользуется она ли? Да, она только сейчас учится и проводит курсы автомобиля практически. Но ты уже позволяешь ей сидеть за рулем, то есть ты ее немножечко сам обучаешь, помогаешь ей? Да, не по городу, но вне города можно. Ты диджей, ты творишь музыку, то есть для тебя это творческий процесс. А сам ты за рулем автомобиля, какую музыку слушаешь? Очень интересный вопрос. На самом деле я слушаю радио и очень редко свою музыку, свои миксы и музыку, которую я пишу. Обычно я слушаю радио, новости, потому что мы люди творчества, именно диджеи, мы не успеваем слушать новости, мы не успеваем слушать, какая информация появляется на радио. И я, в принципе, я слушаю всегда радио, новости. Хорошо, а на какой громкости? То есть насколько громко ты ее слышишь? Не поверьте, сегодня с утра я слушаю очень громко, что люди оборачивались, но, опять же, не всегда, потому что музыка надоедает. Мы, поскольку диджеи в клубах, слушаем очень громко, да. То есть это зависит от настроения? Да, да. Я знаю, что некоторые диджеи делают такие мобильные вечеринки, то есть кладут свою вверху аппаратуру. Было такое, мы делали это еще 8-9 лет назад. В ГИДИ-ГИЧЕ сбор многих автомобилей, но я еще тогда был маленький. Да, друзей. И на утро, когда вот только рассвет, только солнышко появлялось, делали автопатии. То есть вы встречали, получается, рассвет после какого-то клуба? Да, да. Здорово. В последнее время это не происходит? Там случайно вертушка не лежит в багажнике? Нет, случайно не лежит, не происходит. Опять же, есть другие места, где можно проводить автопатии, тоже в узком кругу. И очень приятно, довольно приятнее, может быть, чем даже на природе. Поскольку ты дизайнер интерьеров, давай зайдем в салон и посмотрим на внутреннюю среду твоей девушки. Она у тебя такая чистенькая, ты специально помог для нашей придачи? Да, да. Признаешься честно. А вообще, как ты содержишь ее в частоте обычно? Всегда, всегда. Какими примочками, какими специфическими, не знаю, штучками наполнен твой автомобиль? Чем она тебя радует? Чем радует? Всем. Вот в том числе комплектация, вот как она укомплектована, что можно вставить CD-ченджер на 6 дисков, MP3. И где он? Вот все в торпеде, все туда входит, все 6 дисков туда. Нет, вот чуть-чуть ниже. Да. Вот туда все 6 дисков входит. И звук очень хорошо расположен. Мне очень нравится. Но в стереосистеме ты ничего не менял? Ничего не менял, потому что хватает. Данная модель наполнена здоровски. Я смотрю, у тебя автомат. Ты не приверженец того, что мужчины должны ездить на механике? Нет, автомат, почему взял, объясню в двух словах. По городу приятнее и легче на автомате. А сколько в настоящем помещается людей на заднем сиденье? Пятеро свободно. Я думал, что они только четвертые. Довольно просторный салон. Да, просторный, очень удобный. Мои родители, когда вот сидят сзади, на заднем сиденье, очень комфортно, очень нравится. Просторно. Джейм, поставь, пожалуйста, именно ту музыку, которую ты сегодня утром слышал, на той громкости. Можно. Мне нравится. Почти ничего не слышно. Ну что, Джейм, давай посмотрим все-таки, как ты водишь, как настоящий драйвер. Давай. Тебя штрафуют часто? Меня за мои пять лет вождения три раза штрафовали. То есть, можешь сказать, что не нарушаешь или не попадаешься. Что в любом случае хорошо. Да. Мы выезжаем из парка. Куда мы едем? Куда мы едем? В центр города. Отлично. А почему? Да. Потому что все дороги ведут туда. Нам, к сожалению, не получится увидеть, как ты быстро водишь автомобиль, потому что ограничение в городе 60 км в час. И нарушать, конечно, мы не будем. И, конечно, мы и нарушать не будем. Ну, а за городом, допустим, у тебя случались какие-нибудь неприятности из-за того, что скорость была чуть выше? Да. Было один раз, и меня только предупредили, не оштрафовали. Было как предупреждение, сказали, задумайся, ты едешь 120 по селам, и как бы это неправильно. Мало ли какой-то пьяный вылезет или вылетит на дорогу маму, будешь, ты же виноват в этом. И я задумался, и когда населенный пункт, я стараюсь сбавить скорость на минимуме. Хорошо, а если дорога не хорошая, скажем так, щебенка, ты жалеешь свой автомобиль? Конечно, ну, конечно. Тебя три раза штрафовали, сам признался. За что? Один раз за ремень, то, что они не пристегнут. У нас в Молдове? Да, у нас в Молдове, в Кишиневе. Удивительно, мне ни разу не штрафовали за это. Ну, это штраф не столь большой суммы, можно сказать. Сколько неприятно морально. Да, морально. Один раз за красный отобрали права, и один раз тоже отобрали права, сказали, что я пил, на самом деле я не пил. Вообще за рулем ты не пьешь? Нет, категорически. Потому что даже не потому, что новый автомобиль, но в этом случае, если ты выпивший хотя бы чуть-чуть, ты всегда будешь виноват. Даже если кто-то врезался в тебе, извините за выражение, в зад. Ты диджей, работаешь на дискотеке. Ты на дискотеке совсем не пьешь на работе или просто не садишься за руль? Когда я целенаправленно хочу пить, я оставляю автомобиль дома, то ли оставляю его на работе. Это бывает очень редко, потому что в клубе можно, рабочему, как мне, можно обходиться и без этого. Хорошо. Обойтись. Что тебе позволяет до утра продержаться? Не то, что на ногах, но зажигать зал? Энергия людей. Как они подают мне свою энергию, так же я им подаю свою. И от этого получается все замечательно. Джем, как ты выбирал свои номера на машину? А, как я выбирал? Как выбирал? Я хотел очень сильно номера диджей. У меня удались найти буквы, а цифры хотелось очень сильно три двойки или три тройки. Но они были заняты. И мне по списку показали, что есть свободная. И я выбрал 303. 303. Нолик – это зеркальное отражение тройки. Двух троек. Ага. Такие номера как бы заказные, они же в районе стоят? В принципе, считаются, может, заказные, но... Они стоят дороже? Да, они стоят в три раза дороже. Как бы за буквы, за цифры. Это все отдельная сумма, да. С какого у тебя вышло? Ну, обычный номер он стоит 360. Я за такой номер дал 755 лет. Такого виража у меня еще не было. Я, оказывается, трусиха. Сегодня представляли диджея Джема и его красный автомобиль. С вами была программа Топ Авто. И я ее ведущая, Долова Ирина. Я не скажу, а что имеешь, то я в виду. Нет. Это мой второй голос. А, ясно. Вот тут попрощаешься. Весь голосом часто пользуешься? Раньше очень часто, сейчас реже.